Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать в новый влог. Вот такая вот красивая я вас сегодня встречаю. Сделала пилинг кожи головы. И пока он у меня работает, я быстренько пройдусь тоником, сделаю маску и пойду с Викушкой завтракать. Она вышла на каникулы. Ну как, она уже 4 дня на каникулах. Вот, какие у нас сегодня планы? Мы сегодня будем печь маффины. То, что Вика изъявила желание. Также мы. Мне нужно накрутить фарш, сделать котлеты. Вот. А еще, кстати, хотела рассказать вам про плинтусы. Многие под последним влогом написали, о, классно, плинтусы появились. Но на самом деле появились они не везде. А Саша в итоге устанавливает сам. И пока только частично установил в каких-то комнатах. Вот. Так что он в процессе установки. Ну, получается, конечно, очень красиво. Сразу такой вот завершенный вид. Совершенно смотрится дом сразу по-другому. В общем, я очень рада. Еще сейчас вот шторы нам тоже скоро привезут. Повесим. И потихонечку, потихонечку домик преображается. Это, конечно, не может не радовать. Маска у меня, кстати, от Рише. Медовая. Очень вкусная. Она так увлажняет кожу. Ну, такая легенькая прям. Пойду попью кофе. Викуша будет, сказала, шоколадные шарики на завтрак. От оладушек отказалась. Если хотела я оладушки с клубничным джемом. Ну, ладно. Иногда можно. Я, в принципе, ничего против не имею таких быстрых завтраков. Не так часто она их ест, поэтому можно иногда побаловать себя вредностями. Давай, рассказывай, что ты там за погром устроила, пока я умывалась. Я в холодильнике пыталась достать молоко. Я вытащила сок. И там две бутылки кефира. И одна свалилась. И вот так вот встала там в дыре. Да ты что. Держи. Насыпай сама. Только столько, сколько сможешь съесть, чтобы потом это все не выкидывать. Они разбухают, потому что... Ну, как ты мне накладываешь? Ну, вот. Вот так вот хватит. Все. Ну, что, вкусненько тебе? Угу. Ну, приятного аппетита. Так, а у меня сегодня вот такой завтрак. Тут у меня ржаные хлебцы с творожным сыром и колбаской. Овощи нарезала. Кстати, хлебцы беру вот такие. Вот очень нравятся мне. Хрустящие хлебцы из печи с цельнозерновой мукой. Они прям очень тоненькие. Смотрите, какие. Классные, мне нравятся. А еще есть у фирмы, по-моему, щедрые. Тоже тонкие. Тоже иногда их беру. Кстати, сыр вот такой вот мне нравится. Творожный, с зеленью. Такие завтраки у меня не каждый день. У меня девчонки спрашивают, чем я вообще питаюсь. Как поддерживаю свою фигуру в форме. Нет у меня какого-то правильного питания. Вот просто ем вот что хочу, честно говоря. Я какого-то прям ПП не придерживаюсь. Но стараюсь все-таки булками, шоколадом не объедаться. Главное в меру. И тогда все будет хорошо. Ну и, конечно же, желательно подключать спорт, чтобы хоть как-то поддерживать тело в тонусе. Чтобы кожа была упругая. Всякие уходы. Конечно же, скрабы, масла, еще что-то. Но, в общем-то, это все в комплексе всегда. В общем, все. Хватит болтать. Буду завтракать. У нас сегодня снова такая классная солнечная погода. В гостиной уютно, светло, хорошо. И за окном. Посмотрите, какая красотища. У меня прям весеннее настроение уже вовсю. Потому что солнышко так часто сейчас выходит. И нас радует. Прям вообще. Обожаю такую погоду. В прошлом влоге многие удивились нашему количеству снега. Сказали то, что Казань забрала в этом году все себе. Это действительно так. Снега невероятная. Какое-то количество. У нас такого не было, наверное, никогда. Вот на моей памяти. Я вот не помню, чтобы такие сугробы лежали. И я представляю, когда сейчас это все начнет таять, мы просто поплывем. Даже страшно, честно говоря. Кстати, скорее всего, у нас будет такой влог, в котором минимум закадровой озвучки. Больше вот такого живого общения с вами. Где я напрямую разговариваю с камерой. Потому что мне так проще. И таким образом видео выйдет быстрее. Объясню почему. Потому что вот эта закадровая озвучка, она на самом деле занимает очень большое количество времени. То есть сначала я пишу текст, потом я озвучиваю, потом я накладываю это на видеоряд, потом какая-то музычка накладывается. Это настолько все долго. И у меня просто нет такого количества времени. Именно поэтому влоги всегда оттягиваются. То есть я могу их начать там в понедельник, а закончить только в воскресенье. Потом еще это все монтируется. Плюс, ну я же работаю. И получается так, что я вообще без выходных сейчас работаю. То есть у меня, когда я в студии, я в студии работаю. Потом я прихожу домой. У меня начинаются съемки, монтаж, текст, озвучка, общение с рекламодателями. Короче, я ничего не успеваю. Это, кстати, знаете, к вопросу о том, мне на днях тут прилетел комментарий, типа, Тая, как у вас организован вот распорядок дня, что вы все успеваете, что и на канале, и на работе, и в домашних делах у вас везде все порядок, все так организовано и классно. Но на самом деле хочу сказать, что не надо оценивать человека по картинкам, по влогам, потому что это далеко не так. Девчонки, я вообще ничего не успеваю. Если я в студии там целую неделю, у меня тоже такой же бардак, я все это делаю в выходные. Поэтому у всех одно и то же. У всех одни и те же проблемы, заботы и домашние дела. Вот, поэтому не судите по картинке. Ну а мы с моей маленькой подружкой уже приступаем к приготовлению маффина. Количество ингредиентов пропишу в описании под видео. Тут у нас растительное масло, какао-порошок, сахар, мука, разрыхлитель, кефир, молоко и яйцо. Ну и посыпочка это уже потом. Все, сегодня ты самостоятельно будешь полностью от и доготовить, Виколь. Я только помогу по формочкам разлить, ладно? Давай я тебе насыплю муку, и ты будешь ее просеивать аккуратненько. Можешь ручкой вот так постукивать. И нажимай тоже, да. Давай, теперь бери какао-порошок и к муке добавляй. Добавляйся. Да. И теперь венчиком аккуратненько, не торопясь, перемешиваешь. Помнишь, а то у нас Таечка тогда перемешала, как красиво. Не торопясь, чтобы ничего у нас не высыпалось. Ну вот и все. Красота. Теперь сюда же добавляем сахар и разрыхлитель. И опять перемешиваем. Так. Разрыхлитель пошел. Ароматы уже, да, какие? Твое какао любимое. Я вот предлагала ей сегодня сделать морковные или сырные маффины. Тоже с вами рецептом делилась. Но она вот прям обожает шоколадные. Поэтому будут шоколадные. Теперь мы сухую смесь убираем. Ставим новую мисочку. Сюда разбиваем яйцо. Вот так, видишь? В разные стороны скорлупу разводишь, у тебя яичко падает. Теперь в наше яйцо ты добавляй все жидкие ингредиенты. Кефир, молоко и растительное масло. Ух ты, какая магия происходит в одних угольцах. У нас сегодня все на глаз. Тебе нужно сделать так, чтобы яичко там разбилось и смешалось со всеми этими ингредиентами. Все, жидкая смесь у нас тоже готова. Теперь мы ее вливаем в нашу сухую. Вот. На, держи, перемешивай до однородности, чтобы у нас получилась такая коричневая жужжица. Вот, умничка. И мешаем, и едим, да? Да. Параллельно. Ну все, в принципе, смесь готова. Сюда можно добавить все, что угодно. И шоколад, и орехи, и цукаты. Нарезала я в итоге немножечко ореха бразильского. Так, давай, добавляй. Мы, кстати, вот прям, знаешь, рукой смахивай. Ага. Этот орешек мы никогда не добавляли. Вот это жижица. Вкуснятина. Да? Угу. Кстати, можно поменьше наливать. Они же еще подниматься у нас будут. Ну да. Мне кажется, что ты что-то уливаешь чуть-чуть. Давай, теперь твоя очередь. Поставь к себе поближе тогда. Так, и наливаешь. Вот. Еще, еще. Доливай до конца. Все, что есть. Давай вот в этот еще добавим. Угу. Так, все, тесто мы разлили. Получилось у нас 9 маффинов. Да? Покажи колесо свое. Довольное. Давай украшай Викина любимая часть. Много не надо, ладно? В разумных количествах. Можно разную посыпку делать на один и тот же кексик. Допустим, и таких добавить, и других, чтобы красивенько было, разнообразно. Я и так и хочу сделать. Просто вот так вот, знаешь, слегка потрекиваешь, и все получается в разные места. Вика! Это просто сладкая смерть. Ну и теперь отправляем эту красоту в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов до сухой зубочистки. Да, и потом покажем, что у нас получилось. Ну, а мы с Викушкой уже приступили к обеду. Сегодня у нас гороховый супчик. Твой любимый, да, Викуляк? Угу. Вы меня, кстати, спрашиваете, готовлю я вообще дома супы или нет. На самом деле очень редко, потому что обычно обед у нас вне дома. Саша кушает на работе, Вика в школе. И супы у нас только по выходным. Хлебец бери тоже. Как раз сейчас супчик поедим, и у нас маффины с тобой приготовятся. О, кстати, они уже начали подниматься. В общем, ладно. Приятного нам аппетита. Будем обедать. Вчера вечером, кстати, забрала свою посылку со СДЭК. Заказала себе новенький костюмчик на весну. Вот в таком вот потрясающем лавандовом цвете от бренда Шейтс. Это у нас производство Санкт-Петербург. Специально ничего вчера не примеряла. Хотела вам показать, во-первых, в упаковке и вместе примерить. Поделиться своими впечатлениями, потому что модель очень необычная. По крайней мере, у меня такой еще никогда не было. Ну, в общем, не буду сейчас рассказывать. Просто примерю и покажу, как это все на мне смотрится. Девчули, это просто восторг. Я даже не знаю, с чего начать свой рассказ. Наверное, давайте с изюминки этого костюма. Это толстовка. Вот такая вот она необычная, с оголенным плечом. Смотрится безумно красиво, женственно, интересно. Это, по крайней мере, точно будет привлекать внимание окружающих, потому что, ну, вот у меня лично такой толстовки еще ни разу не было. Такая вот высокая горловина. Качество пошива просто потрясающе. Нигде ни одной ниточки не торчит. Ну, и еще, что нового для меня в этом костюме, это низ. У меня, как правило, спортивки бывают на манжетах снизу, а тут я выбрала вот такие вот. И как же они круто смотрятся. На камере, конечно, не так все выглядит, но в жизни вот ноги реально как будто бы от ушей. За счет вот этой стрелки, за счет того, что высокая довольно-таки посадка. Кстати, смотрите, какой классный здесь вот. Классная резинка, все прошито, да, ничего перекручиваться не будет. Вот, и просто посмотрите, как здорово смотрится, да. Ножки какие длинные, прям даже как-то странно называть это спортивным костюмом, потому что, ну, очень красиво. На сайте было так много разных моделей, и все в потрясающих каких-то цветах. Я долго, на самом деле, определялась и выбирала. Вот думаю, наверное, еще, может быть, что-нибудь там закажу. А еще у них на сайте можно отдельно низ купить, отдельно верх купить. Насколько я помню, можно даже... Есть такая опция удлинения изделий, если вдруг кому-то нужно. Толстовочка у меня сейчас заправлена, но ее можно, естественно, тоже вот так вот на выпуск сделать. Она довольно-таки объемная сама по себе. Вот, можно и так носить. Но плечо, оно, знаете, добавляет этому образу какой-то вот женственности, кокетливости. В общем, я очень довольна этим заказом. Может, кому-то из вас тоже актуально. Тем временем, маффины наши уже приготовились, поднялись. Смотрите, даже красиво треснули и внутри виден орешек. Вот, сейчас они у нас немножечко остынут, и будем пить чай, да, ракушка? По поводу плинтусов, давайте покажу, что Саша успел сделать на сегодняшний день. Начал он с прихожей, с коридорчиков, потому что это самое сложное. Здесь, вот видите, много всяких подрезов, уголочков. Все нужно было аккуратненько сделать. Ну, Саша, в принципе, всегда аккуратно работает. Вот, а здесь он не стал их заводить внутрь, потому что тут у нас планируется во всю нишу, во всю ширину комод, обувница точнее. Вот, поэтому, скорее всего, это просто все будет подрезаться, и все. С этой стороны тоже, видите, к шкафу купе он прям все подвел, очень аккуратненько везде все подрезал, ровно, красиво. В кухне-гостиной вы тоже уже видели. Ну, тут вообще просто было. Ничего подрезать не надо, просто приклеить, и все. А вот там нужно еще доделать, там, где порожек, плинтус будет ниже по уровню, поэтому нужно его тоже аккуратненько подрезать. Саша это еще не делал. Ну, и в коридоре тоже у нас появились частично плинтусы. Вот с этой стороны, с этой стороны, а здесь пока, видите, нет. И там тоже не установлены сразу, да? Разница какая. Тут так красиво завершенно, и здесь пока не доделано. И еще мы, кстати, видите, консоль поставили на ее законное место, где она и планировалась. Мне очень нравится. В общем, начало положено. В других местах тоже потом плинтусы обязательно Саша установит, и будет вообще красотища. Сейчас хочу быстренько помыть полы. Уже набрала воду в ведро. Добавим моющее средство. Сегодня использую вот такое. Вот оно универсальное, его для всего можно. Прям вот так заливаю. Все. И пойдемте убираться. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа выгодно. Ну, а пока мою полы, как обычно, поотвечаю на ваши вопросы. И первый из них звучит так. Добрый день. За время, что смотрю ваши влоги, в вашей жизни много всего произошло. Ремонт в квартире, переезд, покупка дома, выход на работу и так далее. Какие большие цели ставите себе на ближайшие годы? Первое и самое главное на сегодняшний день – это покупка автомобиля. Также хочется, конечно, довести до ума дом и участок. И если в доме остались только мелочи, то участок надо начинать прям с нуля. Единственное, что мы пока сделали – это залили двор бетоном, поставили забор и Саша построил беседку. В этом году надо завести на участок землю, возможно, что-то посадить и построить хозблок. И это, конечно, только начало. Хочется из нашего участка сделать конфетку. Облагороженная территория, красивый сад, газон и тому подобное. Еще, как-то вам уже рассказывала, мы хотим построить навес или гараж для машин и сделать ворота с подъемным механизмом. Еще в планах строительства бани. Но об этом мне пока даже думать страшно, потому что бани сейчас – это очень дорогое удовольствие. И обязательно хотим поставить еще фурако. Я думаю, многие из вас знают, что это такое, но для тех, кто ни разу не слышал, немного расскажу. Это японская баня, которая представляет собой такую деревянную купель или по-другому чан с водой, и он подогревается снизу при помощи печки. То есть подкидываешь дрова, и вода становится горячей. Мы как-то зимой ездили на базу отдыха, и там вот как раз впервые посидели фурако. И это такой кайф, ребята. На улице минусовая температура, снег, а ты сидишь в купальнике в горячей воде и балдеешь. Для усиления эффекта в воду можно добавить эфирные масла, соли и сборы трав. В этом случае, помимо классических банных процедур, ты получаешь еще и ароматерапию. В общем, нам с Сашей так понравилась вся эта история, что мы договорились и у нас на участке когда-нибудь такой чан поставить. Он, естественно, более доступный, чем классическая баня. Это что касается целей на дом и участок. Но помимо этого, очень хочется добавить в нашу жизнь, конечно же, путешествия. Потому что это очень важно. Это разрядка, перезагрузка, изучение чего-то нового. Хочется увидеть мир и отдыхать как минимум два раза в год. Но пока это только мечты, потому что сейчас все силы и средства идут в дом. Ну и другие обстоятельства стопорят. А вообще, да, путешествие это тоже одна из самых главных целей на ближайшие годы. Все, полы везде намыла, сразу так чистенько, хорошо. У Викушки в комнате тоже прошлась. Не стала снимать, потому что не хочу, чтобы весь влог состоял из мытья полов. Ну и плюс не очень удобно штатив переставлять туда-сюда. Это сразу увеличивает время уборки. Открыла окно, чтобы свежий воздух немножко впустить. Так хорошо сразу. Сейчас полы подсохнут, верну на место ковер. И надо будет прибраться в комнате. У Вики тут, видите, бардак. Это называется, когда ребенок на каникулах. Все не на своих местах. Девчат, многие из вас спросили показать, как у нас хранятся Викушкины резинки, заколки. Я как раз сейчас у нее тут навожу порядок и решила поделиться. В общем-то, все резинки у нас хранятся вот в таком вот контейнере с крышкой. Это икеевский контейнер. Не знаю, где сейчас можно его купить. Я сейчас буду сортировать это все по цвету, потому что какие-то резинки мы носим исключительно в школу. Какие-нибудь черные, белые, серые. Ну, такие, не привлекающие к себе много внимания. И, естественно, какие-то цветные резинки, такие нарядные, да, которые она в школу, естественно, не носит, а носит куда-то за пределами ее стен. И тут, видите, у нас все перемешалось. Где-то черное, где-то белое, где-то цветное. Я сейчас буду здесь как раз это все аккуратненько складывать. И еще хотела показать, что отдельно у нас хранятся вот такие вот бантики всякие, резиночки белые, парадные. Вот, когда нам нужно как-то принарядиться, мы уже их надеваем. Так, ну вот, девчонки, я тут по своей логике все рассортировала. Здесь у меня цветные. Их я, конечно, не буду прям вот так по цветам раскладывать, потому что не так много секций. Ну, просто мне так проще. Тут большие белые, тут большие черные, маленькие белые, маленькие черные. Заколочки черные, невидимки. Это как раз вот школьная история. Это вот самое главное, чтобы вот хранилось аккуратно. Остальное уже не так важно. Тут у меня какие-то объемные парные резинки. Здесь тоже резиночки, которые, видите, со всякими элементами. Вот. И тут уже цветные какие-то заколки. В общем, сейчас подумаю, как это все лучше сложить, разместить. Потом вам покажу, что получилось. Еще был вот такой вопрос. Таисия, есть ли у вас права и умеете ли вы сами водить машину? Да, права у меня есть. Получил я их в далеком 2013 году. Водить умею, но сама сажусь редко, потому что пока машина у нас одна и удобнее, когда за рулем Саша. Но когда у меня появится своя машина, я вообще без проблем сяду за руль. Я этого абсолютно не боюсь. Всегда спокойно себя чувствовала на дороге. Это, конечно, будет суперудобно. И я надеюсь, что мы как можно скорее сможем это воплотить в жизнь. Все, девочки, порядок я в резинках навела. Показываю вам результат. В общем-то, вот эта часть школьная. Тут белые и черные резинки, большие и маленькие. Тут заколки-невидимки. И здесь уже яркая часть резиночки, которые Вика будет носить вне школы. Все аккуратненько, пользоваться будет удобно. Крышку закрываю. Вот так он тут у нас хранится. Парадные резиночки тоже здесь. Так, расческа раз. Расческа два. А вот эту расчесочку я ей делаю пробора. Она прямо вот тут лежит. Все. Красота. Присела я тут попить кофеек и решила совместить приятное с полезным. Отвечу на вопрос по поводу Юляшки. Многие интересовались, где она сейчас живет. Я говорила, что в Питере. На ПМЖ или она собирается вернуться в Казань. Вообще все пока неопределенно. Но на данный момент, да, живет в Питере с мая прошлого года. Живет там с молодым человеком. Вот. И вот как раз буквально через недельку приедет в Казань. На месяц-полтора. Вот. Но цели жить у них там постоянно нет. Поэтому рассматриваются варианты переезда в Казань в том числе. Короче, пока вообще ничего неизвестно. Мы сами ждем, когда она вернется. Потому что очень, конечно, ее не хватает. Я уже настолько привыкла, что она всегда рядом. Вот. И сейчас, когда она прилетает, это такая радость. Она там полвремени живет с родителями, полвремени с нами. Чтобы хоть как-то насладиться общением друг с другом. Мы, конечно, и так общаемся постоянно по видеосвязи. Там, да, кружочки в телеграме, все дела. Но все равно это очень мало. Мне хочется там с ней походить там по магазинам, как раньше. Погулять, да. Она там к нам приезжает. Мы там киношки какие-то смотрим. Поболтать нормально. Ну, в общем, мне, конечно, очень ее не хватает в Казани. Поэтому я очень надеюсь, что она все-таки вернется. Как-то так. Надеюсь, ответила. Ну, а я пью кофе и буду уже заниматься котлетами. Накручу фарш, приготовлю ужин. Сегодня Саша опять, кстати, попросил булгур, но с котлетками. Так что давайте делать это вместе. Так, достала я свою помощницу мясорубку и все мясо, которое было в холодильнике. У меня, кстати, есть прямо уже готовый фарш. Индейка от Indie Light. Два лоточка по 450 грамм. Также здесь филе бедра. Это тоже индейка. Два лотка по 410 грамм. Тут у нас курица. Это бедро бескостное 700 грамм. И еще был кусочек свинины. Это корейка охлажденная. В общем, я сейчас все это смешаю. Добавлю лучок, булку замоченную в молоке. И получится у нас довольно-таки большое количество фарша, из которого я и сделаю вкусные, сочные, сытные котлетки. Ну что, мясо я уже подготовила. Здесь у меня свинина и курица. Здесь индейка. Также нарезала, почистила лучок. Тут у меня фарш из индейки. Я его, кстати, уже отбила. Да, Виколек? Вик тут смеялась. Говорит, ты зачем над фаршем издеваешься? Вот, в общем, сейчас буду все прокручивать. И тут у меня булочка уже в молочке тоже замачивается. Давно я, кстати, не крутила фарш. Даже соскучилась по этому процессу. Мясорубка у нас от Китфорд. Модель я, к сожалению, уже не помню. У нас из этой же серии еще планетарный миксер есть. Я в свое время, кстати, снимала на них обзор для официального канала этого бренда. Ну и, в общем-то, пока я тут занимаюсь готовкой, хочу ответить на вопрос по поводу индукционной плиты. Просили рассказать, как она в эксплуатации. И поделиться плюсами и минусами. Девочки, хочу сказать, что индукция лично для меня это одно из самых лучших приобретений для кухни. Готовить на ней одно удовольствие и газу я больше не вернусь никогда. Первый плюс, это, конечно же, скорость готовки. Вода на ней закипает очень быстро, буквально 2-3 минуты, и все уже бурлит, особенно если ставить на бустер. Это такой самый мощный режим. Второй плюс, это таймер. Я реально уже настолько к нему привыкла, то, что без него готовить уже не очень удобно. Тут я, например, гречку на огонь поставила, установила таймер на 15-20 минут, и все, можно идти заниматься своими делами. Плита все приготовит и выключится сама. Это супер удобно. Третий плюс в том, что к индукции ничего не пригорает, в отличие от той же электрической или газовой плиты. Если что-то убежало, индукция автоматически отключается. Ну и из этого следует четвертый плюс, это простота в уходе. Девочки, ну вот реально такой кайф. Тряпочкой влажной протерла, убрала пятна, капли, и затем наполировала все салфеткой для стекол и зеркал. И все, красота, панель как новенькая. Также очень нравится, что индукция не нагревается так сильно, как электрическая плита. То есть обжечься практически нереально. Но для безопасности все-таки предусмотрена блокировка панели. Это актуально, если есть маленькие любопытные дети в доме. Все, друзья, фарш готов. Я его посолила, поперчила, хорошенечко отбила. Целый вот такой огромный салатник получился. Так что погнали дальше. Ну а теперь поговорим о минусах индукции. Во-первых, она дороже, чем газ. Но лично для меня этот минус перекрывается всеми ее плюсами. Во-вторых, многие боятся покупать индукционную варочную панель, потому что считают, что для нее нужна какая-то определенная посуда, которую сложно найти. Но на самом деле хочу сказать, что сейчас практически все производители делают кастрюли и сковородки, которые подходят для всех видов плит. И проблем у меня с этим ни разу не возникало. Хотя нет, вру. Один раз как-то давно я хотела заказать сковороду от бренда Кукмара, и она не подходила для индукции. Но сейчас у этого бренда целая линейка посуды именно для индукционных плит. Так что данный минус я тоже опровергаю. Еще знаю, что у некоторых не сразу получается приноровиться к индукции, не получается правильно выставить мощность. Делаешь больше, пригорает, делаешь меньше, не жарит. В общем-то, это дело привычки, пара-тройка дней и вы освоитесь. Ну и последний минус, который я могу выделить, это хрупкость. Если на нее уронить что-то тяжелое, она может треснуть, разбиться. Но тут уже все зависит от вас, от вашей аккуратности, осторожности. У меня за 4 года ничего подобного не случалось и, надеюсь, не случится. Так, первая партия котлеток жарится. Смотрите, какие красивенькие, румяные. Я их сначала просто без крышки обжариваю, потом накрываю крышкой и тушу еще какое-то время. Наверное, еще пожарю штук 6, как раз вот эту доску, а все остальное у меня отправится в заморозку. Так что будет у нас даже небольшой запас в морозилке. Котлеты, кстати, выкладываю не просто на разделочную доску, а сначала кладу ее в целлофановый пакет и только потом уже выкладываю полуфабрикат. Так они после морозилки будут легче отходить. В общем-то, вроде высказала все свои мысли по поводу индукционной плиты. Сказать, что я довольна, это ничего не сказать. Обожаю свою помощницу всем сердцем, так что однозначно могу рекомендовать вам эту технику для дома. И пока у меня там жарится вторая партия котлет, я решила параллельно начать гладить, чтобы просто так время не терять. Белья в этот раз накопилось очень много, потому что руки до глажки никак не доходили, поэтому поставила гладильную доску в гостиную, включила себе фильм и погнали. Вообще, я этот процесс очень люблю, особенно вот так, под какой-нибудь интересный фильм, время пролетает незаметно. Кто-то, кстати, интересовался, довольна ли я своей гладилкой. Да, девочки, очень довольна, классная, крепкая, очень удобно, что она легко регулируется по высоте, то есть каждая для своего роста может спокойно настроить, и что парогенератор можно ставить прямо на эту доску. Ну и гладильная поверхность, конечно, гораздо больше, чем у моей предыдущей. А еще спрашивали, не мокнет ли она от парогенератора. Нет, такой проблемы я не наблюдаю, дно у доски же дырявенькое, как раз, чтобы нигде ничего не прело. В общем, я на 100% довольна и своим парогенератором, и доской. Парогенератор у меня от Morphe Richards, а гладильная доска Ника, модель Valencia. Покупала я ее в Leroy Merlin. Все, наш ужин практически готов, здесь у меня тушатся, доготавливаются котлетки, и тут варится булгур, тоже уже практически, ой, практически готов. Я, в принципе, вам уже показывала, как я его готовлю, поэтому не буду сейчас на этом заострять внимание. Уже приехал Саша, сейчас быстренько сделаю легкий летний салатик, и будем садиться ужинать. Так что приятного аппетита нам и всем, кто сейчас кушает. Вкусно тебе? Прическа к вечеру развалилась вся. Твои рожки стали ушками просто. Ну, а после ужина я продолжаю свою глажку, говорю вещей в этот раз много. Помимо огромной корзины, заполненной до краев, у меня тут еще и целый рейл с футболками, поло, который я после стирки сушу прямо на плечиках. Поставила себе на фон фильм «Лед», ни разу его не смотрела. Ну, я думаю, многие из вас про него слышали. Это наш российский фильм. Потом еще и вторую часть включила. Наревелась, конечно, в этот вечер на месяц вперед. Вообще, наши фильмы я не особо люблю, но иногда заходят. И пока глажу, хочу ответить на такой вопрос. «Тая, по вашим влогам создается ощущение, что вам нравится убираться. Правильно ли это ощущение? И если да, расскажите, как так получилось. Просто для меня это не особо любимое занятие. Это связано с тем, как вас воспитывали родители, всегда ли так было?» Итак, отвечаю. Нет, конечно же, так было не всегда. В детстве я, как и любой другой ребенок, не любила убираться, особенно мыть посуду. Помню, как мы с Юляшкой вечно спорили, чья сегодня очередь. Ну, а сейчас я убираться действительно очень люблю. Знаете, для меня это как медитация. Руки делают все на автомате, а мозг отдыхает. Это ко мне пришло с возрастом, но особенно проявилось, когда я стала жить отдельно от родителей, вдвоем с Сашей. Мне было очень приятно чувствовать себя единственной хозяйкой в доме, создавать там уют, порядок, чистоту. И это не говорит о том, что с мамой мне было как-то некомфортно делить быт. Просто я радовалась своей самостоятельности, что я одна со всем справляюсь. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И за это как раз огромная благодарность родителям, потому что именно они прививали любовь к чистоте, к порядку в доме. Они всегда учили нас с Юлей, говорили, что мы будущие хозяйки, мамы, жены, что наш дом – это наше лицо. И там всегда должно быть тепло, уютно и хорошо, чтобы туда хотелось возвращаться. Да, поначалу приходилось нас заставлять убираться в своей комнате, протирать пыль, мыть посуду, полы и прочее. Но потом мы поняли, что делаем это для себя, для своей семьи, для нашего комфорта. А потом как-то само собой и полюбилась. На этом я, наверное, и закончу сегодняшний влог. Надеюсь, вам было с нами интересно, полезно. Заглядывайте снова в гости, мы всегда рады. Любим вас, целуем, обнимаем. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!